В каких-то закутках он поставил животных в клетках, их можно было там кормить. Там была коза, кролики, еще там что-то было. Но факт тот, что там у козы прямоугольные зрачки, не все люди про это знают. И когда ты малым говоришь, они такие, правда прямоугольные зрачки. Для них это было удивление, для городских детей. То есть они никогда, понимаете, коза для них это картинка в интернете. Ну то есть они никогда козу не видели вживую. Ну в общем так, он сделал этот проект, он делал это все своими силами, там находил помощников и так далее. Здесь много я всяких штук ему рисовала. Ну например, приходилось рисовать посты какие-то в фейсбук, да. И надо было, ну что-то как бы, во-первых, в корпоративных цветах, это оранжевый и салатовый такой, ну мятный, да. Надо было в корпоративных цветах это рисовать. Во-вторых, постоянно, ну посты как бы надо было делать, потому что это должно было все типа как-то показываться людям. Типа флайра, это еврофлайр, там еще с обратной стороны было. Типа книга, запрошу ему кратный пассивный к выходу с лабиринту. В чем прикол, знаете, как можно выйти из любого лабиринта? Знаете, это... Всегда идти на правиль. Всегда, да, придерживаться одной стороны. Либо идти вдоль правой стены, либо вдоль влево. И как бы ты ни ходил, ты всегда выйдешь. Ну дома можете попробовать. Всегда, всегда, ты можешь заходить в кучу узок утков. Но, то есть, ну понимать, понятно, да, правило одно. Держите до правой стороны. Ну типа, а тут книга. Ну как бы, ну такое шутлявое. Дальше был день рождения. То есть мы делали какие-то посты день рождения Сальвадора Галии. Мы, значит, делали Сальвадор Галила, берутся. Ну они в одном как бы таком каком-то стиляжном. Там усы мои растут, как и сила моего воображения. То есть мы писали, старались джаст-софан какой-то делать. Потом в мастерском арсенале была выставка, неубежница в типа, она была приурочная. И можно было выставить там свой стенд с чем-то. Ну типа. И мы придумали такую игру, она, значит, 2 на 3 метра, вот эта штука 2 на 3 метра. Ну да я тоже в Истрале рисовала. В общем-то, все помнят эти детские игры, когда кидаешь кубики и кишечками идешь куда-то, да. В общем-то, ты потрапляешь, например, на красненький, это значит, с тобой беда какая-то случилась. На желтенький, это значит добро. Ну там, например, верхний страусом вы сможете пробегти тайную заживку. Такой оптив, она там на 29-й, тут там гав, какие-то собаки там. Типа, раптово з лесовых заростей з'явилися, зграю цуксинят, забирайся на дерево и пропустить хит. Ну типа, ну понятно, да, то есть оно все имеет, там, вы загубили комплекс назад на 3 кроки. Ну, короче, то есть там, вот такой стал и там, ну в общем, понятно, да. То есть это типа пригоды, они были связаны с животными, потому что идея была лабиринта с животными, да, какими-то там корова, вы зустряли корову, выпите молока и с певненной силой рушили далек. Боже мой, подводите свой наступный хит. Ну то есть, в общем, какие-то такие были элементы. Вот, в общем-то, суд не в этом. Потом, ну, это логотип типа и визуализация. Это там типа, сучастная анатомия козлы. Там, конечно, поржать можно было там. Росповсюдживать псовдуцу кэрок, ну понятно, да, показатель. Индикатор 6 голой дни, стимулятор по смешке, ну типа хвостик, да. Ну, как бы изгалялись в логе, нюхач, там носик, ну типа изгалялись. Ну, это, вы должны понимать, что это детский проект, это типа сертификат. Да, ну вот я люблю что-то в таком. Это типа был день семьи, ну типа мама, початок, папа и детки, да. Ну, эти кукурузи. Ну, в общем. Почему не урок сквозный? У кого? Кто сквозный? Чего он сквозный? А, типа так, ну, потому что это стилизованно. На самом деле вы еще с многим, ладно, это еще не весь тираж, который я вам хотела сказать. Вы же поняли, да? Ну и тут типа презентация, это пресс-вол, поняли, большой 2 на 3, на котором фоткается. Ну, сюда люди становятся, они где-то вот такого вот роста, там 2 метра, там 3 метра. Ну, соответственно, больше, чем человек. В общем-то, не суть для дела. То есть, чтобы вы понимали, этот человек делал один. Ну, там, я там ему помогала с дизайна. То есть, он там искал каких-то там инвесторов, все это делал вручную, у него там не очень много знакомых. И тут эту идею увидел еще другой человек. И он был связан с агрокомпанией, с какой-то супер-креативной, я даже не знаю, как это называется. Но факт тот, что что они делают? Приходит, прибегает ко мне этот Анатолий. Аня, Аня, ты видела, вот такая вот штука случилась. Я говорю, какая штука случилась? Что сделали эти люди? Ну, как вы знаете, когда ты берешь и цапаешь чью-то идею, и ты не вдумываешься в это, они что сделали? Они, вы могли, кстати, потому что они более раскрученные, могли это видеть в кукулабе. Не видели? Они делали, ну, у них уже масштабнее, потому что у них целый агрохолдинг и так далее. Они сделали лохоти, причем этот Анатолий им писал, что вы типа лохоти полностью собрали. Сейчас попробую его, конечно, найти. А, тут, наверное, кукулабе можно зайти в социальные сети как-то. Ну, не... Ну, им понравилось, а не передергать, да, и все. Да, то есть, мы не задумываем. То есть, все, надо патентовать или что-то с ним делать? Он патентовал, но, типа, если они похожи, то ничего ты не сделаешь. Я сейчас, я вам расскажу сейчас, я вам сейчас расскажу всю весь прикол. Ну, там сколько? На 20% должно быть изменение. Я сейчас расскажу весь прикол. Сейчас, вот их лого. Прикольно. В чем идея? Кукуруза-то лабиринт. Поняли? Но, им уже даже писали это в комментариях. Они потом закрыли комментарии. Потому что у слова... Есть еще такое понятие семантика слова. Знаете, что слово означает? Например, бесплатно это означает, типа, бесплатит. Ну, типа, как бы, не ты платишь, а кто-то. То есть, это, как бы, не очень хорошая семантика слова. Или, например, непринципиально лучше сказать, чем мне все равно. То есть, есть вот такие какие-то штуки семантика. Так вот, у каждого слова есть какая-то своя семантика. И если брать именно слово labias, английское, те, кто знают английский, или там латиницу, оно пошло с латиницы, оно имеет под себе, в себе определенное значение. Не надо гуглить это сейчас в компах, можете погуглить в телефоне. Можете написать, посмотреть, что это значит. Labias. Ну, или labia. Labias это типа с латиницы, а labia это типа с английского. Погуглите, вам, я думаю, это будет интересно. Каждое слово считает, что это все. А, влече нет. А, влече нет. А, влече нет. А, влече нет.